Сегодня мы с Сон Мином... Эй, ты Сян Ян, да? Лёгок на помине. Слава Богу, я тебя всё же нашёл. Подожди, что происходит? Я знаю, что ты веришь в Бога. Я тоже хочу верить, как ты. Как это понимать? Не узнал, что ли? Я Умин. Ты приезжал к нам в деревню проповедовать. Если не помнишь, не страшно. Брат Сян, дай объяснить. Я с детства верю, что Бог есть, но я постоянно занят работой. Этот мир погряз во мраке и зле. Для всех деньги важнее совести. Я давно чувствую в сердце пустоту и тревогу. Мне кажется, у человека должна быть вера. Да, верно. Вот я и приехал увидеться с тобой. Да, верно. Брат Сян, научи меня верить в Бога. Хорошо. Здесь говорить опасно. Идём ко мне домой. Вот и отлично. Стой-ка. Что-то не так. Что это за роль такая? Ты не догадался? Я не понимаю. Мы показали вам один из способов, которым КПК арестовывает христиан. Под видом ищущих истинный путь, они проникают в церковь и всех арестовывают. Как? Вот ведь что? А я ведь поверил. В том-то и дело. Ты проповедуешь Евангелие, и это хорошо. Но под видом ищущих истинный путь, КПК часто подсылает агентов, которые входят в доверие братьев и сестёр и собирают информацию о церкви. Совсем одурачивают братьев и сестёр. Ах, чего только не придумает КПК, чтобы арестовать христиан. Малейшая неосторожность, оп, и ты уже на крючке. Слушай, ты не виноват. Ты ведь столько лет прожил вдали от родины. Откуда тебе знать все уловки китайской компартии? Кое-что я знаю о том, как компартия ловит христиан. Опрашивают жильцов, проникают в дома, слушают телефон, контролируют интернет, собирают доносы, следят. Но я в первый раз слышу, чтобы они выдавали себя за кого-то, чтобы проникнуть в церковь. Чтобы изловить христиан, компартия придумывает всё новые уловки и всё новые трюки. У них много уловок, чтобы проникнуть в церковь. Стоит христианину потерять бдительность, как его посадят в тюрьму. Знаешь что, в следующий раз, когда незнакомец заговорит со мной так, я его просто проигнорирую. Думаешь, это выход? Не так-то, это всё просто. Как так? Им даже не нужно пытаться заговорить с тобой, чтобы облапошить. Но как это возможно? Не веришь? Нет. Ну ладно, приготовьтесь к ещё одной сценке. Смотрите и учитесь. С этого момента мы с тобой незнакомы. Да, мы незнакомы. Мы случайно встретимся на прогулке в парке. Итак, смотрите, чтобы в такой ситуации и провести меня, это мы начинаем. Всемогущий Бог Христос последних дней, ты пришедший вновь искупитель. Что? Он тоже брат? Ты говоришь ко всем народам. Раз он поёт так громко, значит, это агент КПК. Слова твои исполнены власти и силы. Ой, ой, полиция! Что? Он принимает меры предосторожности, значит, он из наших братьев. Надо предупредить его быть осторожней. Эй, эй, эй! Кто вы? Что надо? Не важно, кто я. Ты больше не пой так громко на улице и при всех. Повсюду полицейские в штатском, агенты и камеры. Это очень опасно. Спасибо, что предупредил, брат. Слава Богу. Пойдём отсюда. Куда собрался? Агент КПК. Я не заводил разговор, но смог провести тебя. Эти агенты Компартии такие хитрые, да? КПК специально подсылает людей, выдающих себя за верующих во всемогущего Бога. В парках, на площадях, на рынках, у метро они рассказывают Евангелие. Они также устанавливают свои палатки, в которых предлагают Слово Божье. А потом следят за теми, кто подходил. Об этих людях собирают информацию и планируют арест. Ха, хочешь помочь, а оказываешься в западне. Подлые и коварные уловки КПК. У них это называется ловлей на живца. Но беды мучат, да уму учат. Впредь нужно быть осторожнее. Верно, нужно быть осторожней. О, вот недавно ко мне пришел человек. Брат Сун. Да, что? Знаешь, я верю во всемогущего Бога. Уже очень давно, правда? Да. И? Когда уже мне можно прийти на собрание, куда ходит больше людей. Люблю общаться с братьями и сестрами. Инициативный. Погоди, кто это? Только не говори, что и он агент КПК. Его звали Лю Вэй. Он член партии, служит государству, депутат собрания народных представителей. Да, с такой биографией. Надо быть осторожнее. Верно. Однако, за месяцы, что мы знакомы, я не заметил ничего плохого. Кстати, его племянник член нашей церкви. Он же и благовествовал ему. Значит, можно не беспокоиться. Но КПК коварно. Надо бы побольше узнать о нем. Я кое-что узнал от местных братьев и сестер. Каждый раз, когда власти планировали аресты христиан, он старался найти способ заранее предупредить нас. Да. Может, мы зря волнуемся. Я хотел помочь ему попасть на собрание и устроил это. Устроил, и что дальше? Но я и подумать не мог. Он все же агент. Я и не думал, что он так активно будет проповедовать Евангелие. Он обратил несколько человек. Надо же. А я уже почти испугался. Однажды он пришел ко мне очень встревоженный. Братсун. Вчера я был в городе. Теперь повсюду столько шпионов из КПК. На аресты христиан брошена куча сил. Скажи лидерам нашей церкви, что теперь они могут собираться у меня дома. Там безопасно. Намерения у тебя добрые, но ты же служишь государству, и к тебе домой часто приходят. Там опасно встречаться. Хоть я пока и госслужащий, я со служивцами редко общаюсь. Не волнуйтесь. Говоря откровенно, я уже давно хочу бросить работу. КПК же не занимается серьезной работой. Они только и делают, что преследуют верующих. Это правда. Служа партии, я творю зло и противлюсь Богу. Ну и ну. Вы это слышали? Только уверовал, а сколько пыла. Это редкость. Именно, да. Через пару дней он снова пришел. О! Что было дальше? Брат Сун, у меня плохие новости. О нет, что такое? Вчера властями был утвержден новый тайный план. Тайный план? Они запланировали в каждом районе объединить сельских глав для слежки за верующих. Что? Они уже знают, кого арестовывать. Было опасно, но я раздобыл пофамильный список. Дай же скорее на список взглянуть. Я в курсе всех деталей. Лучше я лично обо всем расскажу лидерам церкви. А? Встретиться с лидерами? Не нужно лишних колебаний, нельзя терять ни минуты. Наверное, ты прав. Тогда пойдем. В тот же вечер мы отправились к лидерам церкви. Расскажи им, что случилось. Да-да. Но не успел ей слово сказать, как Лювей бросился к одному из них. Видно, очень уж переживал. Вы в самом деле лидер церкви? Капитан Жуан, можно входить. Что это он имел в виду? Мгновенно в комнату ворвалась дюжина полицейских и окружила нас со всех сторон. Их начальник с коварной ухмылкой сказал. Ну как? Неплохо наш человек сыграл свою роль. Весьма убедительно. Он? Он все-таки оказался агентом КПК. Надеть наручники и вывести? Да. От них не убережешься, да? КПК – партия безбожников. Она враждует с Богом, противится ему и совершает злодеяния. Верно. Чтобы превратить Китай в безбожный край и поработить его народ навеки, КПК со всей неистовостью подавляет религиозную веру и преследует христиан. Это факт. Особенно жестоко преследуется церковь всемогущего Бога. Но Бог всесилен. Его Евангелие царства все равно распространилось, и число верующих во всемогущего Бога только растет. Этот князь Бесовский КПК знает, что слово всемогущего Бога – истина. Если народ Китая услышит слово всемогущего Бога, то большинство пробудится и обязательно уверует. Кто тогда будет верить в КПК? Вот что заставляет этого дьявола в лице КПК так волноваться. И что она говорит? Что говорит? Товарищи, мы должны изыскать всевозможные способы, чтобы проникнуть в церковь, все разузнать, изловить одним махом всех ключевых членов и полностью ликвидировать церковь всемогущего Бога. О, это же сущее зло. В Библии сказано, противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. КПК испробовала миллион уловок, тщетно пытаясь изловить верующих и уничтожить церковь. А навосставший против Бога демон. КПК не только безудержно арестовывает христиан в материковом Китае, но и простирает свои черные лапы за рубеж. Даже бежав за границу, христиане не спасаются от КПК. Братья и сестры уезжают за рубеж, чтобы продолжать свидетельствовать о Боге. И Божье Евангелие Царства стремительно распространяется по миру. Люди во всех странах и регионах находят и исследуют истину. Верно. Еще бы КПК не бояться, еще бы ей не бесноваться. Она, наверное, волосы на себе рвет от безысходности. Но сделать ничего не может. Ведь христиане не совершают преступлений. За границей она не может арестовывать кого вздумается. Поэтому она идет на подлости. КПК отправляет агентов и шпионов с заданием проникать в церкви за границей. Расскажи же нам, какие методы она использует. Чаще всего они звонят на горячую линию церкви. И говорят, что они верующие во всемогущего Бога. Приехали за границу как туристы или к родне и хотят поучаствовать в церковной жизни. Что? Другие говорят, что давно не были на собраниях. Мол, нет ли собраний поблизости? О, как! Еще говорят, что прочли слова всемогущего Бога онлайн и хотят исследовать истинный путь. Сколько они придумывают поводов. И вот что. Да. Эти люди, встречаясь с братьями и сестрами, выведывают у них обо всем, собирают информацию, тайно фотографируют. Эти агенты КПК пролезут в любую щель, в любую дыру. Да. Сяньян, помнишь, как сказано в Божьем слове? Что сказано? Вот он каков, князь Бесовский. Он не успокоится, пока не разрушит Божий труд и не разнесет его в пух и прах, оставив полнейшие руины. Словно он желает противостоять Богу до конца. Пока один из них не погибнет, он сознательно противодействует Богу и подходит все ближе. Уже давно сорвана маска с его гнусного лика. И сейчас его лицо в синяках и побоях в ужасном состоянии. И все же он не отступает своей ненависти к Богу. Словно желает, если бы смог проглотить Бога полностью за один присест, чтобы успокоить ненависть в своем сердце. Аминь. Слово всемогущего Бога очень точно раскрывает бесовскую, богоненавистническую сущность КПК. Верно. КПК преследует христиан с того момента, как пришла к власти. Ее цель – полностью истребить Божью работу и превратить Китай во владычество князя Бесовского. При ней могут жить только бесы. Здесь нет места Богу и его избранникам. КПК восстала против Бога. Разве Бог не проклянет ее? Китай постигает одно бедствие за другим. Народ возмущается, не умолкают мятежи. И международное сообщество критикует КПК. У КПК неурядицы. В ее рядах и на внешнем фронте она беснуется, крах близок. Она прогнила до основания. КПК всеми силами, всеми средствами пытается изловить христиан. Полагая, что сможет полностью от них избавиться. Но в результате Божьи избранники под преследованием Компартии не только не сломились, но еще более ясно увидели ее подлое бесстыдство, жестокость и зло. Они ее возненавидели и утвердились в желании следовать за Богом до конца. Бог превратил Компартию в свой инструмент созидания победителей. Точно. Отчаянно пытаясь пресечь деятельность Церкви Всемогущего Бога, КПК и представить себе не могла, что Божье Евангелие Царства распространится по всему Китаю и за рубеж. Церковь Всемогущего Бога утвердилась во многих странах, и козни КПК потерпели поражение. Несмотря на всю жестокость и зло, КПК не помешать исполнению Божьей воли. Это доказательство Божьей власти. Верно. Да. Я тут вспомнил гимн со словами Божьими. Так спой его. Никакая страна или сила не может встать На пути того, чего желает достичь Бог. Те, кто препятствует работе Бога, Кто сопротивляется Слову Божьему, Нарушают и вредят Божьему плану, Будут в конечном счете Наказаны Богом. Аминь. Кстати говоря, я вспомнил стих. Первая строка. Большой красный дракон коварно измышляет Божьих избранников изловить. Вторая. Всемогущий Бог власть свою являет, Чтобы Евангелие и Царство распространить. И в конце Бог уже побеждает!